У Дмитрия Анатольевича Пахтенкова интересные и богатые событиями биографии. Бывший военный, закончив карьеру, сумел успешно поработать в сфере управления многоквартирными домами, изучив производственные процессы ремонта и обслуживания жилого фонда. И, видимо, поэтому, перейдя на работу в Государственную жилищную инспекцию, начав карьеру средового инспектора, он быстро дорос на звание руководителя. У Дмитрия Анатольевича сложилась репутация эффективного антикризисного менеджера и, наверное, это объяснимо. Ему легко разговаривать со своими бывшими коллегами, руководителями управляющих компаний. А вот им с Пахтенковым бывает непросто. Работу управляют, он знает изнутри, поэтому вести в заблуждение такого контролера сложно. В 2018 году Дмитрий Пахтенков получил новое назначение. Его в очередной раз бросили на трудный участок. Он возглавил Балахнинский отдел Государственной жилищной инспекции. О том, что творилось в ЖКХ соседнего района, заволжане знают не понаслышке. Но и в Заволжье на протяжении последних лет не утихают коммунальные шторма. Противостояние активистов-общественников, отстаивающих права собственников жилья и недобросовестных управляющих организаций, заканчивалось возбуждением уголовных дел, нанесением телесных повреждений и даже стрельбой по окнам. В 2016 году в Заволжье по приглашению некоммерческого партнерства общественной контроли ЖКХ и социальной сферы даже прибыла комиссия экспертов, которая инициировала проверку деятельности управляющих организаций города. Результаты проверки показали, что заволжские Дуки работают по договорам управления, которые не соответствуют жилищному кодексу, и в нарушении закона устанавливают плату за содержание жилья самостоятельно, без решения общего собрания собственников. Предписания ГЖ были оспорены заволжскими дуками, и в течение более двух лет дело на введение порядка в севере ЖКХ не двигалось с мертвой точки. Более того, в мае прошлого года в отношении руководителя ООО «Жилсервис-3» Игоря Широнова было возбуждено уголовное дело, считая это компанией сам директор были арестованы, и к лету 2018 года треть домов города осталась без управления. Назначение нового главного жилищного инспектора, скорее всего, не обрадовало заволжских руководителей управляющих компаний. Дмитрий Пахтенков ввел в практику ежемесячный прием жителей заволжья. Он активно взаимодействует с общественниками, руководителями города, руководителями управляющих компаний, регулярно участвует в оперативных совещаниях в администрации города и района и лично участвует в проверках, проводимых ГЖИ по жалобам граждан. Не за долго до Нового года Дмитрий Анатольевич согласился ответить на вопросы заволжского телевидения. Как Вы оцениваете состояние дел по уборке и вывозу твердых коммунальных отходов? Данные рейды у нас проходили на протяжении, наверное, двух-трех месяцев. Изначально, конечно, ситуация была просто ужасная. Когда вокруг домов, вокруг мест сбора и утилизации отходов было большое количество мусора, пакетов, мешков, спильных деревьев. После проведения плановых рейдов большое количество мусора было вывезено. Конечно, ситуация стала улучшаться, но далека от идеальной. Даже последний объезд, который у нас был один из последних в октябре месяце, показал о том, что не все так хорошо, потому что, проверив ранее места сбора мусора, там устранено, но когда мы выехали на новые, ранее неведанные нам участки, куда мы не заходили, появлялось так, что там с уборкой мусора было плохо. Соответственно, на новом месте появлялись новые протоколы. То есть к вашему визиту, получается, компания готовилась? Скажем, наверное, больше не к нашему визиту, а по итогам предыдущего объезда. То есть системного подхода не случилось? Системный подход, наверное, чаще надо контролирующему органу появляться, ввести в систему, чтобы потом дальше система заработала, уже без присутствия моего. На то еще кое-что пока раз не дремал. Логично. Ну, хочу сказать, все равно в отношении управления или не управления компанией, в отношении Чистограда как юридического лица были составлены протоколы и вынесены поставляем суммы штрафа. Сейчас я уточнить сумму не могу, но в последний раз не менее четырех протоколов было составлено на юридическое лицо. Директора тоже наказываете? Наказываем как юридическое лицо, так и самого директора. У нас есть еще один из вопросов, который находится на контроле и у вас, ну и у нашего заводского телевидения тоже. Это вопрос, который касательно выполнения предписания, которое было выдано еще в 2016 году по результатам проверки Государственной жилищной инспекции, которая показала, что управляющие компании работают под договором управления, которые не соответствуют жилищному кодексу. Прошло уже два с половиной почти что года. Скажите, пожалуйста, договора до сих пор не скорректированы и не приведены в соответствие с законом. Почему? Начиная с того периода у нас были неоднократные проведения проверок в отношении исполнения предписаний. Было подтверждено, что предписания не исполнены, и со стороны инспекции были направлены исковые заявления. Данные предписания также и оспаривали с этим управляющей компанией, почему дело затянулось на протяжении двух лет, это длится. На данный момент в отношении двух управляющих компаний имеются исполнительные листы, которые переданы в службу судебных приставов для исполнения, и уже служба судебных приставов будет обязывать исполнить данные предписания. И по одной управляющей компании, если меня память не изменяет, решение было вынесено буквально месяц назад, запрос на получение исполнительных листа направлен, при наличии у нас вон на руках будет направлен также с служб судебных приставов для исполнения. И в дальнейшем не просто отправлен и забыли, но все равно будем смотреть, как он исполняется. Потому что предписания все равно наши, предписания они сейчас на данный момент имеют законную силу, и исполнять их управляющие компании должны. Дмитрий Анатольевич, а полномочия судебных приставов, как они могут заставить управляющие компании привести договор в соответствии? Они что, страх им дадут, арестуют их счета, напишут заявление в полицию? Что они могут делать? Реально? Нами направлены исполнительные листы служб судебных приставов. По истечении 30 дней мы направим повторные запросы, свяжемся, уточнив, как же проходит исполнение решения суда со стороны данной организации. Депутаты Думы приняли решение в утверждение новых тарифов за содержание жилья. Тарифы на содержание жилья, насколько мы знаем, не корректировались, не менялись, начиная с 2014 года. И за этот период времени управляющие компании, однако, эти тарифы регулярно, каждый год, поднимали место голосования с жителями, и нарушая то решение Думы, которое было принято в 2014 году. И за это, как мы знаем, не понесли никакой ответственности. Вот вопрос. Каким образом Государственная жилищная инспекция решает вопрос о возмещении тех убытков, которые понесли граждане, которые пострадали от действий управляющих компаний, которые незаконно взимали с них квартирную плату? Смотрите, если у нас существует обращение граждан, в части начисления и неправомерное начисление, данным проверком занимается в жилищной инспекции отдел контроля начисления платы, находящийся на Рождественской 19-го в городе Нижнем Новгороде. Насколько я владею информацией, по данному проверочному плану выдано предписание провести корректировку в сторону, наверное, как я понимаю, возврата денежных средств граждан. На сегодняшний день информации об исполнении предписания я просто не могу вам ответить и сказать, не владею данной информацией. А что касается принятием Думы, скажем, муниципальных тарифов, они никак не отразятся на гражданах, которые проживают в городе Завожье. По одной причине, то, что данные тарифы касаются только домов, где не выбран способ управления, где не организован ТСЖ, где не выбрана управляющая компания ТСРН, дома без управления, дома, которые администрация должна выставлять на конкурсы, и дома, у которых отсутствует договора управления с управляющей компанией. На сегодняшний день в городе Завожье ни одного такого дома нет. Поэтому все цифры тарифов, которые приняты Думой, они, скажем, действуют по умолчанию при появлении в городе какого-то дома без управления. А это может быть в случае, если, например, управающая компания в результате неисполнения предписаний лишится данного дома путем исключения из реестра. Здесь процедура, что жители оповещаются, если они не используют в течение 60 дней права вета голосованием, то информация об этом, соответственно, владеет администрация, и она обязана выставить данный дом на конкурс. И уже она выставляет его на конкурс с тарифом платы за квадратный метр, который утвержден решением Думы от 21 ноября 2018 года. По МКСМИ изменяет номер 64. Поэтому сейчас то, что у нас, насколько я владею информацией во вторник узнал, некоторые правящие компании умудрились разместить платежных документов объявления, что вскоре у нас будет новая оплата по новым тарифам, принятой Думой, это, скажем, большая ошибка данных руководителей, данных организаций. И в случае, если вы в своих квитанциях, граждане имя в своих квитанциях увидят какое-то необоснованное повышение, изменение, и будет там сноска на то, что в связи с тем, что это приняла Дума за Волжье, пожалуйста, обращаться в Государственную жилищную инспекцию. И здесь понесет наказание, без всяких предупреждений, уже директор управляющей компании, статья у нас 14.1.3, часть 2, Кодекса административного права нарушения Российской Федерации, где на должностных лиц от 50 тысяч до 100 и дисквалификации до 3 лет, и на юридических лиц от 250 до 300. Поэтому, наверное, директора управляющей компании владеют информацией, владеют определенными юридическими знаниями, чтобы не допустить такой ошибки. То есть, получается, резюмируем. То есть, получается, что те тарифы, которые были приняты на том, что в ноябре, они не касаются тех жителей тех домов, которые уже имеют договора о управлении с управляющими компаниями, и где в этих договорах обрезана цена услуги. Совершенно верно. Для того, чтобы изменить цену услуги, люди должны собраться на собрание, или управляющая компания должна пригласить, и проголосовать за новые тарифы. А для этого управляющие компании должны предоставить экономические обоснования. Так? Логично. Потому что иначе за что же люди будут голосовать? Например, даже выставить сейчас какие-то на голосование две суммы, чтобы люди выбирали там 25 рублей, 27 рублей. А за что? Я понимаю, если там 25 рублей, там указан определенный перечень, 27, и там вот эта 2 рубля разница, это мраморные потолки и стены в течение одного года. Люди проголосуют не на одном мраморных потолков, мы за 25 и без мрамора. Либо мы за 27, но с таким удовольствием большим. Либо против обоих тарифов. Но вот в данном случае, если уже люди проголосуют против тарифов, это будет называться невыборная сумма, непринято. И протокол с непринятием решения, с учетом, если был кворум, где с кворумом принято решение не принять, вот уже есть основания применить муниципальный тариф. Но опять же, правильная компания должна рассуждать логично. Муниципальный тариф есть 25 рублей, они должны предложить и 24, и 25 муниципальный, ну и может быть какой-то свой, который хотят улучшить положение граждан, и 26. Если просто он будет выше муниципального, и никаких точных объяснений, аргументов нет, может быть даже бог с ним, пускай он будет выше, там будут аргументы, которые действительно жители. И расчеты, именно расчеты. А за что же голосовать? Дай мне денег за что, не знаю. Я просто только хочу, такого не должно быть. Давайте напомним, Дмитрий Иванович, вот сейчас прошла осень, начинается зима. Осенью управляющие компании, соответственно, жилищным кодексам, обязаны делать осмотр здания, осмотр конструкции здания, и оформлять документы. Вот расскажите, какой документ должны подготовить все управляющие компании, которые граждане могут запросить? В принципе, здесь ничего сложного нет. Акт осеннего осмотра общественного имущества, который себя включает. Осмотр, начиная, всех мест общепользования, это кровля, где есть у нас лифты, лифтовые шахты, лечечные марши, лечечные площадки, мусорпроводы, мусоркамеры, подвальные помещения, все общественные коммуникации инженерные. Все это должно отражаться, в каком состоянии, в каком техническом состоянии, в рабочем, не в рабочем. Соответственно, инженерные коммуникации должны осматриваться каждый вентиль, который находится на общественном имуществе, путем, как сказано в правилах, открытия и закрытия, проверить его работоспособность, работает он или нет. Дальше, визуальный осмотр, наличие и отсутствие ржавчины, ржавчины не должно быть на трубопроводах, наличие и отсутствие утеплителя на системе отопления и горячего водоснабжения, частота в подвалах, освещение в подвалах, тоже освещение на чердачных помещениях. Если где-то есть вентиляционные каналы, вентиляционные шахты и дымоходы, соответственно, осмотр дымоходов, оголовков, все это должно отражаться, осматриваться. В лучшем случае, даже если правящие компании будут вести фотофиксацию. Это нет обязательного требования, но это не запрещено, это даже хотя бы положительный момент, правящая компания будет знать, владеть той ситуацией на домах, реальной которой есть. Недавная проверка, в которой я участвовал в конце октября месяца, под заявлением жителей на Грунина 4, показала при всем кажущемся внешнем благополучии, внешнем виде данного дома, большое количество нарушений. Данные нарушения все указаны в предписании правящей компании ООО 1. Установлены сроки соответствующие. Нарушений много, что касается и вентиляции, и работы системы вентиляции, и тех этажа на теплом чердаке, и мусоропровода, мусорокамер, коммуникации, содержание подвалов, все. То, что накрашены подъездные группы и накрашены подъезды, это ни о чем не говорит. Внутреннее состояние дома недовлетворительное. — То есть любой гражданин, житель города, собственник жилья имеет полное право обратиться за запросом этого документа и управляющий компании обязан документ предоставить? Акт осеннего осмотра? — Ну, скажем так, собственник имеет право получить документ по одной причине, потому что он оплачивается из жального чудного имущества, а это документ, подтверждающий его состояние. — Ну, то есть управляющая компания не имеет права даже скрывать такого документа. И мой совет, данный документ размещать в местах общего пользования, на досках объявлений. Осмотрели, посмотрели, показали, вывесили, чтобы граждане знали, что творится в их доме, какое состояние коммуникации. Кому-то неинтересно, а кому-то интересно. Тем более, по правилам у нас запрещено без спецперсонала и обслужащего персонала допуск в подвально-черачное помещение граждан. Соответственно, по логике не надо же водить экскурсии, граждан показывать подвалы. Осмотрели, сделали акты, вывесили. Показали свою работу и показали состояние общего имущества. Получается, что вот этот документ является основанием для того, чтобы составлять разговор с собственниками жилья о том, какие требуются работы провести в следующем году. Это основной документ. Потому что на основании актов, осмотров и весенних, и осенних именно составляются планы ремонтов на будущий год, которые потом утверждаются, опять же, общим собранием. Но если в городе Заволжье такие собрания не проводятся, и планы не утверждаются, то это тоже нарушение? Скажем так, это нарушение, потому что план не составляется. Но есть право жителей, любой из собственников, может быть инициатором собрания собственников помещения в квартиру домов. Для этого не обязательно самому заниматься сбором подписей, распечатыванием протоколов, бюллетеней, разносом их. Согласно ЖК достаточно 10% собрать одному из собственников, 10% подписей от числа людей, имеющих собственность в данном квартирном доме. И это заявление, в котором есть списочек, реестр вот этих собственников, 10% площадей данного дома, сдать управляющую компанию с предложением. Не с предложением, а с требованием. Вот мы, 10% собственникам, хотим, чтобы вы привели собрание на такую-то тему и указать соответствующие вопросы. Управляющая компания обязана будет провести собрание по данному заявлению. В случае отказа в этом, органы Государственной жилищной инспекции помогут гражданам поставить на место данную правильную компанию. То есть, те расчеты, которые они вот на основании этого осмотра здания, они должны лечь как раз в основу того самого тарифа, о котором мы с вами сейчас говорим. Получается, да? Эти затраты должны быть на проведение ремонтных работ, на содержание дома, на общее содержание дома, должны быть расписаны пустотельные и доказаны сметами, которые они должны предоставить гражданам, управляющие компания. Ну, смотрите, здесь вопрос однозначно не ответить по одной причине, то, что подтвердить расходом денежных средств, которые собирает уже входит в плату содержания и ремонта, проведущая компания в конце года, в первом квартале, следующим зачетным, обязана в отчетах. Далее, чтобы составить планы на будущий год, надо виды работ посметить, составить сметы, затраты, какие понесут, опять же, сметы на голосование и с прогнозом собираемости по тому тарифу, что уже существует. Укладывается в эту сумму или не укладывается. Если не укладывается, у правильной компании может также выйти с предложением, например, чтобы выполнить определенный вид работ, назначить дополнительные сборы на текущий ремонт. Если собственники проголосуют за, значит, дополнительные сборы осуществляются, и у правильной компании за этот счет делается ремонт. Но здесь обязательно надо при данном голосовании ставить повестку у меня еще сроки выполнения работы, чтобы случайно данные работы у нас не попали, проголосовали за, но года и сроков нет, не ушли, например, с 2019 года, в какой-нибудь 2021. И уже будут совершенно другие цены, совершенно другие стоимости материалов, другая стоимость за оказанные услуги. И когда правильная компания будет потом аргументировать, а мы не можем делать за те деньги, что мы проголосовали два года назад, вот опять же, чтобы такого спорного момента не возникло, устанавливаем стоимость, устанавливаем дату ремонтных работ. Дата ремонтных работ нарушена, соответственно, опять, это аргумент для того, чтобы обратиться в государственную жилищую инспекцию для проведения проверки в отношении правильной компании. Еще один вопрос. Вот вы сами сейчас напомнили гражданам о том, что по итогам первого квартала все управляющие компании в соответствии с жилищным кодексом обязаны отчитаться за те деньги, которые они не расходовали, собирая жителей на содержание дома и текущий ремонт. В какой форме должны быть предоставлены гражданам эти отчеты? Как должен проходить этот отчет с точки зрения закона? Смотрите, здесь, во-первых, большое количество документов в местах не разместить, в общего польза, в подъездах. Минимальный перечень – это хотя бы виды работ, подрядчик, сумма, которая затрачена на этот вид работ, период производства данных работ, договоры, если есть подрядные организации. Это должно. Остаток денежных средств на начало года должно быть в отчете, плюс деньги, которые должны собираться, выставлять собственникам, плюс фактически собранные, затраченные за год и остаток на конец года. Что касается подтверждения тех видов работ, которые будут вот в этом отчете, для этого необходимо обратиться в правящую компанию. Правящая компания не должна отказать, предоставить собственникам акты выполненных работ. Тем более, акты выполненных работ должны подписываться председателям на квартирную дуну. Собственники должны участвовать в приемке выполненных работ. А если вместо председателя подписывается любой другой собственник, это законно? Если собранием, общим собранием собственников выбран совет на квартиру на дуну и право подписи при заключении договоров, при подписании актов выполненных работ, делегировано данным собранием председателям совет на квартиру дома, то это делает председатель. Здесь уже вопросов у никого никаких не возникнет, если кто-то подписывает из собственников там, где не проходило собрание, где не выбран председатель совета, это так тоже законно, это подписал один из собственников. Вот для этого, чтобы не получалось, надо активнее выбирать советами квартирных домов, выбирать председателя и именно собранием делегировать право подписывать договора, акты и другие документы, касающиеся управления общего имущества. То есть мы возвращаемся к теме, которое мы уже обсуждали. Если мы хотим, чтобы управляющие компании работали под контролем, в первую очередь, собственников, то можно этот контроль организовывать, благодаря активной позиции граждан, которые должны выбрать орган, специальный совет дома, председателя и делегировать им полномочия. Как Вы считаете, вот эта работа на самом деле достаточно большая, общественная работа сегодня, она никак не оплачивается, и желающих войти в совет дома, в общем, мало. Как Вы думаете, нужно решать этот вопрос? Как Вы думаете, надо ли все-таки собственникам мотивировать тех граждан, которые будут тратить свое личное время, ну и какую-то зарплату им установить, пусть небольшую, вознаграждение за то, что они тратят свое личное время на общие нужды? Мы с вами это лично понимаем, хорошо сделанная работа не всегда бывает бесплатной, или бесплатная работа не всегда хорошо сделанная. Поэтому ЖК дает право оплачивать общественные работы, что касается обслуживания жилого фонда, председателя совета, либо совета. Опять же, для этого необходимо собрать, установить форму оплаты собранием, установить лиц, кому будет вручен вознаграждение, какое вознаграждение, и из каких средств, если требует дополнительно, например, добавить плюс там 1 рубль, 2 рубля с квадратного метра. Именно на эти цели? Именно на эти цели. Ну, если этого не делать, то можно потерять больше, получается. Ну да, мне кажется, лучше с метра заплатить, в среднем квартира там 40 метров, 40 рублей в месяц заплатить, но будет имуществом заниматься группа лиц из числа собственных, которые будут делать ответственно, и она будет заинтересована. Она будет заинтересована не только за свою площадь в этом доме, а будет заинтересована также и отработать деньги, которые собирают, мягко говоря, всем миром, как это будет называться. Хотим жить хорошо, надо эту жизнь организовывать. По-другому не получается. Совершенно верно. Вот еще один вопрос. Когда начнется эта отчетная кампания, то граждане, ну активные граждане, которые не являются членами совета, будут запрашивать информацию. У нас уже это было. Мы уже об этом рассказывали, что такого рода действия иногда вызывают очень резкую негативную реакцию со стороны управляющих компаний. То есть не дают информацию, даже применяют физическую силу, пытаются удалить из своего офиса. Вот если граждане сталкиваются, что не дают информацию, которую они требуют, а они хотят подтверждающие документы увидеть, акты выполненных работ, сметы, чтобы проверить, были ли эти работы, с каким качеством они были выполнены. Эту информацию управляющие компании не дают, ссылаясь, что это необязательно, что эта информация не входит в обязательный перечень, то информация, которую управляющая компания обязана гражданным собственникам жилья предоставить. Являются все-таки эти документы, подтверждающие факт проведения работ, объемы работ, цену договора или цену услуги, являются ли эти документы обязательными для предоставления собственника? Смотрите, начнем от обратного. Люди деньги заплатили, они хотят получить отчет. Без этих актов и смет отчет не узнать. Это пустой листок с пустыми цифрами. Соответственно, данные цифры должны быть подтверждены актами. И опять мы возвращаемся к тому, что подписанные акты должны быть у нас гражданами, активными с домов. Причина отказа, я здесь не вижу причины отказа страны управляющей компании. Опять же, будут отказы. Мы проводили неоднократно проверки с запросами всех данных документов. Данные документы управляющая компания нам представляет. Мы их с удовольствием знакомим с собственниками. То есть надо начинать эту работу после новогодних праздников? Да. И с другой стороны, все акты, которые подписывает у нас председатель Совета Квартирных Домов, они изначально себе оставляют копии. И в итоге потом, даже легче будет проверить, когда есть Совет и когда есть председатель Совета Дома, все акты выполненных работ уже находятся у председателя. И потом, когда вывешивается отчет, это надо будет чуть директору побегать за председателем и сверить с теми цифрами, что у председателя на руках. А не председатель, а уже и жителям бегать за директором. Если жители сомневаются в том, что какие-то работы проводились, допустим, они отчитались, а люди их по факту не увидели. Ну, например, какие-то работы, которые оформляются актом скрытых работ. Жители имеют право создать свою комиссию и осуществить проверку факта выполнения работы, качества работы. Это является компетенцией общего собрания граждан? Ну, вот смотри, такого рода, скажем так, законодательно я нигде этого не встречал, но если человек хочет, собственник хочет проверить, куда ушли его деньги, действительно данные работы выполнены, выполнены. Ну, если скрытая работа, соответственно, должны грамотно оформляться акты на скрытые работы подряд на организации. Если из оснований не верить этому, ну, скрытие можно произвести, но опять же делать это за счет, например, тех же денежных средств, которые имеются на счету дома, собственников. А в случае нанять для этого экспертную организацию, если подтвердится, что данных видов работ нет, то опять обратиться в судебные инстанции и судом, вернуть денежные средства, которые потратила управляющая компания. В данном случае не потратила. Либо есть факт подтверждения, это значит будет факт подтверждения хищения. С таким документом обратиться в органы полиции, чтобы органы полиции уже занимались вопросом привлечения к уголовной ответственности. Еще один вопрос, который нам часто задают заволжение. Когда принимаются тарифы на содержание жилья, то они, как бы, там несколько статей, расписанные по определенным видам услуг, затрат. Вот эту расшифровку этого тарифа управляющая компания обязана как-то аргументировать. Например, в тарифе на содержание есть статья управления. И как нам рассказывают граждане практически всех управляющих компаний, что в том тарифе, который пользуется наша управляющая компания, заложки, допустим, управление, условно говоря, допустим, стоит 3 рубля с квадратного метра, а текущий ремонт, это же ненормально, перекос, да, как можно текущий ремонт осуществлять на такие смешные деньги. Вот внутри этого тарифа есть некие противоречия, которые могут не устраивать граждан. Можно ли это поправить? Обязаны управляющие компании предоставлять расшифровку этого тарифа, на что, как конкретно тратить. То есть не только про ремонт, но еще касательно содержания общего отношения. Ну, смотрите, здесь вопрос однозначно на него не ответить. Что касается заработной платы сотрудников правящей компании, это вопрос, скажем так, может быть и не подлежит всей общей огласке. Потому что заработную плату никто друг другу не расскажет, какая она находится. То, что 3 рубля на содержание и рубля на текущий ремонт, ну, это заведомо какая-то глупость по одной причине. Зачем платить людям 3 рубля, если они на рубли ничего не сделают? Это как водитель получает за оплату, а машины у нее нет. Водитель не нужен. А если управляющие компании, в крайнем случае, не идут на контакт, не хотят давать расшифровки тариф, не хотят обслуживать качественно дома, у нас уже прошедший год показал появление еще управляющей компании в городе Заволжье, которые делают это хорошо, посмотрим, как дальше, они себя покажут. Есть смысл и переизбрать управляющую компанию, уйти в управляющую компанию, которая более качественно и хорошо это делает. Но опять же, надо посмотреть, как они поработают в определенный период зимы. Для меня вот это очень важный момент. Я хочу вот именно посмотреть для себя, как же они справятся. Иметь желание – это одно, а еще и умение, и квалифицированный состав сотрудников – это уже совершенно другое. То есть, такие конкуренции, в данном случае, двигатели прогресса, в Вашей точке зрения? Конечно. Она просто необходима. Не будет конкуренции, не будет качества. А не будет движения никакого. Стремиться не к чему. Ну вот, в этом году была очень сложная история, когда одна из управляющих компаний, Жилсервис-3, фактически прекратила свою работу. Это был ожидаемый такой шаг. Ну, как всегда бывает, ждем, но как-то не верим, что такое может произойти. Вдруг все случилось. Как Вы считаете, кроме тех стрессов, которые были, и для Вас тоже участвовали в этом процессе, все было очень нервно, и жители волновались. В Державском микрорайоне у нас в течение нескольких недель каждый день проходили собрания. Люди нервничали, думали, размышляли, выбирали, задавали вопросы. Гудел весь микрорайон, можно сказать. С Вашей точки зрения, какие уроки получили власть, жилищная инспекция и сами жители. Чему научил нас всех этот кризис, который случился в городе в начале лета? Ну, я бы назвал это слово кризисом в плане проведения собраний, настроения людей и голосования за дальнейшую управляющую компанию. Кризис в том, что действительно есть мошенники, и они украли деньги. И не только у людей, соответственно, не заплатив их, а в другие организации за ресурсы. Страдают, конечно, и бюджеты города. И не заплатили налоги, и далее, и далее, и далее. Вот это кризис как раз. А то, что, как появились себя люди, замечательно. Люди организовывались, участвовали в собраниях, причем активно. Были самые главные, что люди, которые и их же организовывали, что это не осталось просто на плаву на вольном. В заволжение собрались, сделали свой выбор, проголосовали. Дальше будем смотреть, как, опять же, наверняка они посмотрят, как работает правильная компания, новые, в которые они ушли. И, мне кажется, уже опыт есть, смена управления компанией. И если управления компанией старые, их не устроят, наверное, они будут стремиться к лучшему. Потому что всегда тяжело у нас с места сдвинуться. Но когда мы делаем первый шаг, недалеко второй. Поэтому то, что показал прошедший период, это активность, это заинтересованность, это отсутствие безразличия у жителей. Сработали хорошо. Когда люди участвуют в выборе, когда они в завершенные решения принимают, выбирают и получают в результате какое-то другое качество работы, другое отношение к себе. Наверное, это тоже неожиданный положительный результат для всех урок. Что если не пассивно наблюдать, а участвовать в процессе управления своим домом, то можно свою жизнь реально изменить. Совершенно верно. Чего-то добиться. И опять же, вот этот период показал взаимодействие и общественных организаций, и органов власти, и представителей, назовем так, бизнеса, которые владеют правящими компаниями. То, что всем ситуация не безразлична. И все в этом процессе участвовали. Участвовали все. Но в Монтоге значительно хуже, если бы не было такой консолидации, и если бы всем не пришлось героически поработать какое-то время. Мы коллапсов избежали. И даст Бог, землю все-таки переживем. Наверное, это самое главное сейчас. Дождаться весны, посмотреть, что все-таки в конечном счете из этого получится. Как, в самом деле, справятся новые управляющие компании с своей работой? Оправдают ли они доверие гражданам, которые им доверили свои дома? Насколько зная, кто как сейчас работает, идеальных управляющих компаний на территории Глазоборья я не вижу. Из тех, что есть, работу свою знают и выполняют. Многочисленные встречи, которые у меня происходят с директорами управляющих компаний, они подтверждают то, что желание у них работать, стремиться, развиваться есть. Ну, делают они шаги иногда, они те, они в ту сторону, ну, вовремя мы их направляем в нужное русло. К этому хочу добавить, что я всегда каждому говорю. Товарищи, что-то не знаете, звоните, спрашивайте, научу. Потому что опыт моей работы, он не только руководящий, а и технический. Многие вопросы, которые не знают люди, работающие в данной сфере, я могу помочь, может, чего-то я не знаю, я научусь от остальных. Поэтому только совместная работа может привести к благополучию. Это отсутствие равнодушия жителей, это большое внимание усиленной стороны органов власти в сторону жилого фонда и, соответственно, рвение и желание отработать уплаченные жителями деньги со стороны управляющих компаний. А что вы хотите пожелать заволжам? Тем более, скоро Новый год, и принято чего-то хорошего, доброго, доброго, светлого желания, подводя итоги года прошедшего. Частоты в отношениях, в головах, в душах. И самое главное — оставаться активными, не быть равнодушными. Начинать, в первую очередь, с себя. Не ждать, когда кто-то придет, кто-то поможет, кто-то сделает. Конечно, придут и помогут. Но, опять же, мы должны помогать друг другу. И начинать всегда с себя. Как есть хорошая поговорка. Не надо сильно стараться воспитывать ребенка, он все равно будет похож на тебя. Займись собой. Поэтому давайте каждый займемся собой и не будем искать соринки в глазах окружающих соседей, а с добром и с миром относиться друг к другу, к своей работе, к своему дому, к своим близким. И помнить, что наш дом — это не только наша квартира, но и наш подъезд. Это придомовая территория. Хотел сказать. Да, а дом начинается с подъезда. И желание должно быть, опять же, надо воспитывать новое поколение и самих держать себя в тех рамках. Войдя в подъезд, должно быть желание, увидеть лесоринку, подняли ее, а не войти и плюнуть в ту грязь, которая уже есть. Потому что грязь, которую достигаем мы в своих подъездах, делаем мы. Кроме нас, жители этого подъезда, редко туда заходят. Итак, отвечая на вопросы Заволжского телевизия, руководитель Балахнинского отдела Государственной жилищной инспекции Дмитрий Пахтенков предупредил руководителей управляющих организаций повышение тарифов на содержание жилья со ссылкой на решение ноябрьского соседания Думы города Заволжска незаконно и посоветовал Заволжанам обращаться с заявлениями из ГЖИ в случае нарушения закона. Будьте бдительны и будьте активны, уважаемые Заволжане. Учитесь защищать свои интересы. А Государственная жилищная инспекция готова вам помогать.